Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа Зона Правды. Как всегда, в это время мы разговариваем, мы ведем диалог о наиболее интересных вопросах, о наиболее актуальных темах, которые интересуют город. Вот, значит, сегодня мы поговорим с вами о конкурсе «Открытый муниципалитет», который стартовал у нас 1 октября текущего года. Конкурс, в котором каждый, кто имеет лучшее образование, может принять участие, проявить, так сказать, себя, проявить свои организаторские, управленческие, исполнительные, в общем говоря, навыки. Вот, я представлю гостей в студии, сегодня у нас в студии Султан Абдуралимов, исполнительный директор конкурса «Открытый муниципалитет» и Мария Мумпиева, секретарь оргкомитета конкурса «Открытый муниципалитет». Первый вопрос будет, Султан, какой критерий отбора людей и какая уже активность с 1 октября на конкурсе? У нас конкурс объявлен 1-го числа этого месяца, продлится до 25-го числа. Условия участия в конкурсе простые. Первое, это, конечно же, наличие высшего образования профессионального. Второе, это наличие возраста участника от 20 до 50 лет включительно. И отсутствие судимости, в том числе, снято или погашено. Вот это три основных условия. Высшее образование тоже обязательно? Высшее образование, да, профессиональное. Разницы нет, это магистратура или бакалавриат. То есть высшее образование можно и на базе бакалавриата, или же магистратура. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен подать и заполнить электронную анкету на официальном сайте конкурса до 25-го числа в 12 часов ночи. По сути, вот такие вот у нас условия. Если говорить о активности, на сегодняшний день, в каком ситуации с заявками? На сегодняшний день, на 10 октября, на 18.00, у нас подано заявок около, значит, вот точная цифра, 157 заявок. Из них мы сделали выборку. 70% участников, они имеют управленческий и профессиональный стаж. 15% участников принимали участие в международных проектах. Из них 20% федерального уровня и 40% республиканского уровня. То есть, как я понимаю, даже с заявками уже проводится какая-то аналитическая работа? Да, аналитическая, она проводится на основе их анкет. Все анкеты, они интегрируются в инфографику, в статистические данные. У нас уже есть данные, что из всех заявок, 157 человек, которые подали, из них 40% участников, они не проживают в Хасаюрте. То есть, это иногородние? Да, иногородние. И они также отмечают, что они готовы переехать в случае назначения их на должности в муниципалитете. Они готовы приехать в Хасаюрте и здесь жить, перевести семью и так далее. Что касается заявок, то какие сферы затрагивают? Больше всего заявок у нас на социальную сферу, это 30%. Экономика, финансы 27%. Промышленность и торговля 17%. Молодежная политика и спорт 15%. Что самое интересное, меньше всего заявок у нас в сферах туризма, юриспруденции и информационных технологий. А с чем это может быть связано? То есть, как личное мнение, да? Ну, я думаю, все-таки, наверное, если брать туризм, то в отсутствие каких-то туристических, крупных туристических объектов или инфраструктуры. Ну, как раз будет, как говорится, над чем поработать. Да, вот юриспруденция тоже у нас, три человека. Я, например, не понимаю, почему так мало. Потому что юристы, у нас есть и филиал ДГУ в Хасаюрте, который готовит юристов. Но с программистами, понятно, да, любой профессиональный программист, он, по сути, в городе, наверное, не может найти работу. И он уезжает не то, что в Махачкало, а в крупные компании в Москву. Где они больше всего, грубо говоря, востребованы. Да, больше всего заработанных плат, а я тогда и востребованы. Вот если говорить о... Мария, будет вопрос к вам. Есть ли там информационные работы, вот какую работу вы провели для того, чтобы осветить деятельность этого конкурса, информировать население? По информированию проводится, на самом деле, очень большая работа. Многие крупные информационные агентства нас поддержали. То есть, это не только на нашем местном уровне, но и на уровне, в целом, республиканском уровне. То есть, многие как учебные заведения, так и... Образовательные. Образовательные, спортивные, да? Да. Вот какой отклик от населения вы получаете, ну, вот в плане, допустим, обратной связи? В плане обратной связи мы получаем много положительных комментариев. То есть, люди готовы принимать участие, люди готовы подавать заявки, принимать активное содействие в этом конкурсе. И они, то есть, они полностью поддерживают этот конкурс и рады, что Хасаверти вообще прогрессирует в этом плане. Вот, не секрет, наверное, да, что одним из поводов, наверное, гордиться, что Хасавер стал вообще первым муниципалитетом, который провел на городском уровне вот этот конкурс. Сколько нужно пройти этапов человеку, чтобы, допустим, добиться своей победы? Насчет того, что мы первые, на самом деле, если смотреть из числа муниципальных образований городских округов, городов, органов местного самоуправления, город Хасавер, то Российская Федерация первый город, который вообще объявил о старте подобного конкурса. То есть, по всей стране? По всей стране можно уже точно говорить. Мы мониторили, в том числе, через различные общественные мнения, ресурсы, точнее, системы мониторинга. Сейчас, если говорить о конкурсе в муниципальных образованиях в Дагестане, то уже в Ахты и в Дербенте, или после нас уже, как бы, подобные конкурсы. Что касается конкурсных этапов конкурса, их всего три. Первый этап – отборочный, это прием заявок и предварительный отбор. Второй этап… То есть тот, который сейчас, как бы, прохожден? Да, сейчас, до 25-го числа этого текущего месяца. Второй этап, он у нас очный этап, предполагает написание эссе и прохождение тестирования. В целях открытости, прозрачности и независимости конкурса данный этап пройдет в Махачкале на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства. То есть тестирование и вот эссе в городе не будет проводиться? Да, мы заранее не объявляем ни тему эссе, ни какие-то вопросы. То есть мы озвучим сферы, в рамках которого будут вопросы и тематика теста и эссе. Конкурсант, который придет в Университет народного хозяйства, проходить тест и писать эссе, он получит ответ сразу на экран. То есть у него балл выйдет сразу на экран. То есть это еще раз отмечает прозрачность и независимость конкурса. То есть чтобы еще раз как бы для зрителя подчеркнуть, именно в момент тестирования даже не будут люди из хасовертов, правильно? Сколько я понимаю? Я имею в виду на базе Дагестанского университета. Да, организация, она тестирование возложена на руководящий научный состав университета. После чего у нас, после всего этого, значит, у нас будет финальный этап. Вот финальный этап предполагает оценочное мероприятие всех финалистов по системе, современная система, международная, называется Ассистмент Центр. Можно они чуть подробнее? Да, это комплексная оценка людей, исходя из профессиональных компетенций. То есть участники, финалисты разбиваются по группам и проходят различные деловые, панельные и игровые сессии. То есть моделирование различных ситуаций, разбор кейсов, в том числе успешных городов, каких-то муниципальных стратегий и так далее. Организацию Ассистмент Центра тоже осуществляют независимые люди. То есть на сегодняшний день даже мне, как заместителю председателю оргкомитета и председателю оргкомитета, и председателю конкурсной комиссии, состав этих людей неизвестен. То есть он известен только человеку, который отвечает за оценочные мероприятия. То есть как бы настолько вот все... Да, и этот человек тоже не скрытый, это человек, значит, проректор Университета народного хозяйства по научной работе, кандидат экономических наук Абдуллаева Залина Мусаевна. То есть эти 12 человек, это независимые наблюдатели, которые в течение пяти часов будут наблюдать, вводить финалистов в различные игры. И на основе этих пяти часов будет составлена комплексная оценка паспорт финалиста. То есть все их компетенции. Давайте мы телефонный звонок сейчас примем и далее уже продолжим наш эфир. Алло, добрый вечер, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Я бы хотел узнать, могу ли расчаствовать врачей, если еще не закончил учебный образование врачей? Если не законченный учебный, да? Да. Спасибо за вопрос, спасибо, что с нами. Вот такой вопрос. Если человек, допустим, учится, но он еще не закончил, может ли он, допустим, принять участие? Согласно положению конкурса, утвержденному постановлением администрации, участником конкурса может быть только гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование. Если человек не имеет высшего образования, но учится на третьем, на четвертом курсе или же на втором, или в том числе первом, у нас параллельно проходит конкурс в состав молодежной администрации города Хасаю. Это молодежный кадровый резерв. То есть, ну там тоже есть определенные рамки, возраст от 17 до 30 лет. То есть, если человек, который нам, то есть, гражданин, который нам позвонил, если он подпадает под эти рамки, мы готовы предложить ему участие. То есть, если сейчас, как бы резюмирую, вот именно вот момента, что вы сказали. Если даже человек не закончил еще свое получение, ну, высшего образования, он может вполне рассчитывать на свое, значит, участие в молодежной администрации. Ну, мы его называем как молодежный кадр и резерв. То есть, почему такие условия, объясню тоже. Во-первых, методические рекомендации по организации подобных конкурсов управленцев. И второе, все-таки мы рассчитываем, что победители конкурса, они будут назначены на должности в органах местного самоуправления. А согласно федеральному закону о муниципальной службе, муниципальным служащим может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование. Вот до, сколько, если какое-то, допустим, определенное ограничение людей, которые могут подать заявки, ну, ограничили ли это место, или как бы первый этап он может... Если мы исходим из принципов открытости, прозрачности, независимости, неограниченности, мы не ограничиваем участников. То есть, на сегодняшний день мы вообще рассчитываем, у нас есть комплексная оценка предполагаемой статистики, а мы рассчитываем на 500 тысяч человек. Вот в начале эфира было, значит, озвучено, что заявки подавали люди, которые, допустим, живут не в Хасавюрте, значит, да, вот, а те, которые, допустим, ну, в республике, а те, кто за пределами республики, тоже могут участвовать, да? Да, у нас нет ограничений. Но при условии? При условии, что человек, да, он в случае назначения на должности, он переедет в город Хасавюрт. Да, не то, что в город Хасавюрт, в республику Хасавюрт. То есть, это тоже, как бы, немаловажный момент будет. Вот, по, что касается, значит, правильного, если там какие-то, вот, подачи заявки, какие-то там типичные ошибки, наверное, вы рассматриваете, да? Ну, имеете в виду, какие-нибудь ошибки, которые стоило бы, допустим, или упущения, а которые, допустим, человеку при заполнении заявки стоит обратить внимание? Как таковых упущений? Ну, в полной ли мере, допустим, они там обычно подают заявку. Да, как таковых упущений в заявках у нас нет. У нас анкета, она очень простая, мобильная. Вот. То есть, если исходить из того же конкурса «Мой Дагестан», там человеку необходимо было собрать все документы, редактировать их в Adobe, вот, потом все это прикреплять и отправлять через почту. У нас это электронная анкета. То есть, там первоначальные, первичные данные. То есть, фамилия, отчество, должность, текущее место работы и, то есть, трудовая деятельность. И пару вопросов касательно, чисто для проведения статистических исследований. Это как раз-таки о том, в каких проектах они принимали участие, что инициировали, то есть, какие мероприятия вообще организовывали. И есть вопросы касательно, готовы ли, в том числе, переехать в АСАЮ, в случае назначения на должность, семейное положение. Ну, такие вот статистические вопросы. Тоже, что немаловажно. Ну, единственное, хотелось бы отметить, чтобы участники, они более внимательно и подробно заполняли анкеты, чтобы как-то повысить их уровень того, чтобы эта анкета пройдет у них. Потому что бывали случаи, когда задавали вопросы о том, что можно ли не отвечать на вопрос, или можно ли как-то коротко ответить на вопрос. Но лучше было бы, конечно, чтобы они подробно, четко и ясно раскрывали свои вопросы и отвечали на них. Вот при... Вот здесь у нас задают вопросы на Инстаграм, тоже параллельно спрашивают, что входит в первый этап конкурса. Ну, видимо, только подключились, может быть, к тем, кто только подключились, может быть, еще раз... Первый этап – это этап отборочный. Достаточно зайти на сайт по адресу openhas.ru и заполнить в разделе «Подать заявку» электронную анкету. Отправить ее в экспертный центр. И уже ждать непосредственно до... Ждать непосредственно решения с 25 октября по 2 ноября. То есть, вот в этот промежуток... В этот промежуток им придет определенный ответ. На электронную почту, звонком с колл-центра. И по второму этапу? Второй этап... Ну, соответственно, после первого этапа мы отберем... Точнее, не мы, а конкурсная комиссия, экспертный совет. Вот. Кстати, в составе экспертного совета входят доктора экономических, политических, философских, технических и исторических наук. Вот. А если говорить о муниципалитете, из муниципалитета, из городской администрации, у нас представлен только один человек. Это глава городского округа. Город Хасаюр, Пузаин Динь, ДТПГ Чакмаз. Так, мне коллеги подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Мы сейчас примем и далее продолжим эфир. Алло, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Мы слушаем ваш вопрос. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А на какие должности может рассчитывать? Спасибо. Спасибо за вопрос. На какие должности может рассчитывать человек, допустим? Ну, финалист ли, победитель ли? Финалисты у нас как таковые должности, согласно положению, не рассматриваются. Мы рассматриваем только из числа победителей. Что касается должностей. Здесь-то вот такой момент. Очень многие думают, что победители, они вот, все победители будут назначены. Здесь нужно разъяснить, как бы, для населения. Победители конкурса у нас получают первое. Включение в кадровый резерв в городской администрации. То есть, это как бы 100% уже гарантировано включение в кадровый резерв, если ты победитель. Да. Второе, это, что немаловажно, возможные назначения. И третье, это, конечно, профессиональное развитие, личностный рост, подарки, призы, образовательные сертификаты от наших партнеров. Но, что касается возможных назначений, то здесь, как оргкомитет, у нас все-таки и экспертный совет вышли с предложением, что все-таки из победителей хотя бы 50% предоставить им реальные назначения. Ну, реальные рабочие места. Да, реальные рабочие места. Исходя, опять-таки, из принципов организации подобных конкурсов, должности, какие могут быть предложены, это, соответственно, сотрудники аппарата администрации, муниципальные служащие, это начальники управлений, заместители начальников управлений, это начальники отделов, заместители начальников отделов, специалисты управлений или отделов городской администрации. И потом второй уровень, это муниципальные учреждения, руководители муниципальных учреждений и заместители руководителей муниципальных учреждений. Или, опять-таки, чуть ниже структура, это начальники отделов муниципальных учреждений. — Вот мы сейчас, в завершении нашего эфирного времени, хотелось бы предоставить буквально по 15 секунд каждому, для того, чтобы разъяснить, почему в первую очередь нужно человеку принять участие в этом конкурсе. — Принять участие в конкурсе нужно хотя бы потому, чтобы попробовать свои силы. — Показать, прежде всего, убедиться самому, что ты можешь достичь большего и в рамках своего города показать патриотизм городу и возможность изменить его. — Наша задача, исходя из заказчика, администрации городского округа, это все-таки, наверное, что мы ищем новых управленцев. — Почему нужно принимать участие? Потому что впервые в городе проходит подобный конкурс, образовательная его часть будет на очень высоком уровне, для этого привлечены эксперты федерального и республиканского уровня. — И каждый человек, даже участник финального этапа, который не сможет победить, не пройдет финальный этап, он все-таки получит комплексную оценку своих возможностей. — Он увидит уровень своего управленческого потенциала, увидит график определенный, где ему необходимо подтянуть свои навыки профессиональные, где можно над собой в том числе поработать, над своими личностными качествами. — Я считаю, что любой участник, он не проигрывает от участия в данном конкурсе. — В любом случае, это положительный опыт. — И, думаю, есть, как говорится, причина даже первопричина принять участие в этом конкурсе. — Уважаемые телезрители, мы внимательно следим за вопросами, внимательно следим за пожеланиями. — Учтем все предыдущие пожелания на последующие эфиры. Это наш далеко не последний прямой эфир. Пока будет проходить конкурс управленцев, мы будем еженедельно выходить в эфир и информировать вас о ходе его реализации. Встретимся ровно через неделю. До скорой встречи. До свидания.